Многим из нас знакомы симптомы кариеса. Болезненность, потемнение мали, черные пятна. Что такое кариес и как его лечить? Узнаем, что важно знать каждому для сохранения красоты и здоровья зубов. Причина кариеса – разрушительное действие бактерий на твердые ткани зуба. Во рту человека обитает огромное количество разнообразных микроорганизмов. Уже через несколько часов после тщательной чистки зубов их количество может увеличиваться кратно. Достоверно определить наличие кариеса в полости рта можно только на приеме у врача-стоматолога. Доктор на стоматологическом приеме проводит комплексное исследование полости рта. Проводим всякие стоматологические пробы. Для более точной диагностики я также рекомендую своим пациентам проводить рентгеновское исследование, в частности 3D-снимок всех зубов КЛКТ. С помощью его можно найти кариес на ранних этапах и провести его лечение. Недостаточное внимание к состоянию зубов приводит к развитию кариеса, отчего возникает риск развития различных осложнений. А чем опасен кариес, если мы его не будем лечить? При длительном игнорировании кариеса микробы с дентина переходят на пульпу зуба и у пациента возникает та самая острая пульсирующая боль, которая не дает спать ночью. Если вам каким-то чудом удалось ее перетерпеть и наступило ощущение мнимой нормы, стоит забеспокоиться еще больше, потому что, скорее всего, уже нерв погиб и произошел выброс микробов за верхушку корня зуба. Чтобы избежать развития кариеса, важно регулярно и очень тщательно чистить зубы, как минимум раз в 24 часа, но желательно дважды – утром и вечером. Процедура должна занимать около двух минут. Особенно важно чистить зубы на ночь, потому что ночью у нас уменьшается количество вырабатываемой слюны, а также отсутствует самоочищение зуба. Стараемся покупать вторсодержащие пасты, щетка средней степени жесткости, без резиновых включений, щетинки все одинаковые размеры, высоты. Щетку меняем не реже, чем раз в три месяца и можно, что для удобства, запомнить по смене пары года. Новая пара года – новая щетка. К стоматологу нужно обращаться не только при появлении различных жалоб. Регулярные осмотры у специалистов являются профилактикой развития осложнений и позволяют предотвратить раннюю потерю зубов. Обязательно для очищения межзубных поверхностей используем нить, либо зубные ёршики. Далее будет хорошо, если в ежедневном уходе будет присутствовать скребок для чистки языка, монопочковая щетка для очищения труднодоступных поверхностей зубов, ирригатор и препараты для реминерализации зубов. Взрослым нужно проходить стоматологический осмотр раз в полгода, а детям желательно показываться врачу каждые три месяца, так как определить кариес у них нужно как можно раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова